Не надо бояться заплатить за даже разговор. Если сравнивать яблоки с яблоками, лучше их правильно сравнивать. Многие инвесторы любят эту фразу, что стартап должен быть голодным. Знакомый показатель, наверное, ебет да. Очень важно отсчитывать свои зарплаты. У инстаграмных девочек тоже родятся скоро дети? Во-первых, у инстаграмных девочек тоже рождаются дети. Не бывает предпринимателя без разочарований, без ошибок. Вообще слона рекомендую есть по частям. Я считаю, что одно из главных качеств основателя, конечно, это энергетика, энергия, которой он должен заразить. Ему должно этой энергии хватить на себя, на команду, которая должна в него поверить и пойти, на инвесторов, которые должны в него поверить и пойти почему-то. То есть энергии должно быть очень много. Добрый день, меня зовут Маргунова Ирина, я являюсь руководителем отдела развития компании ЗСК. Сегодня мы находимся в Ярославле и поговорим с Ниной Синицыной, но не как с основательницей точки НЭМа и управляющего бизнес-партнера, консультанта Аномалии, но как с точки зрения финансов и ее финансового опыта, как грамотного финансиста. Поговорим мы о чем? О цифрах. Потому что Нина – это самый большой фанат табличек и цифр, которого я встречала в жизни. И вот именно эти таблички и цифры мы сегодня разберем. Всем добрый день. Мы сегодня находимся в Ярославле, вот в такой вот замечательной студии, позаимствованной у разборщиков на миллион. И сегодня мы будем разбирать с вами то, что всегда остается интересным, то, с чего в принципе начинается, мне кажется, глэмпинг. После идеи, я думаю, Нина меня поправит. Сначала рождается идея, а потом финмодель, цифры, таблички. И вот именно об этих табличках, об этих цифрах мы поговорим с Ниной, которая сегодня перед нами откроется, как с новой стороны, да, не как управляющий партнер точкой Немо, запускатель глэмпингов по всей России, но еще именно вот с финансовой точки зрения, как финансовый аналитик. И я очень хочу, чтобы Нина нам помогла в этом разобраться. Всем привет. Нин, представься, пожалуйста, вот нам с этой стороны, раскройся, кто ты, почему ты разбираешься и фанатеешь этих цифрок и табличек? Я фанатею, когда цифры складываются и совпадают с ожиданиями, да, и с реальностью. Я закончила экономический факультет МГУ, потом работала в компаниях на тот момент большой четверки, Эрнстен Янг, потом я работала в компании Дидас, там на разных должностях, но в том числе руководителем финансового отдела. Поэтому цифры люблю, уважаю и люблю, когда они сходятся, когда план сходится с фактов. И любишь их презентовать, да? Я думаю, что твои инвесторы и вообще те партнеры, которым ты заходишь со своими цифрами, ты их можешь все объяснить, и, соответственно, это рождает уровень доверия к тебе. Да, цифры хорошо бы понимать и уметь в них разбираться любому основателю, да, даже если вы обращаетесь за помощью по созданию финмодели или за помощью по ведению управленческого учета, нужно в этих цифрах все равно самому разбираться. Вот это вот ключевая вещь. Даже если нет изначального финансового образования, сейчас есть масса курсов какой-то финансовой грамотности, но дело в том, что в финансах есть обычный здравый смысл, в котором разобраться, в общем-то, не составляет какого-то огромного труда, как минимум для собственника бизнеса. Это надо уметь делать. Скажи, вот, пожалуйста, а ты же тоже как консалтинговую услугу оказываешь, да, чтобы вот написание бизнес-плана или еще что-то вот такого, то есть сколько бизнес-планов ты уже написала и помогла? Часто ко мне обращаются за, скажем так, таким мнением о финмодели, либо инвесторы, которые хотят вот проинвестировать в глэмпинг, либо сами основатели, которые уже либо сделали глэмпинг, либо финмодель, да, либо собираются ее только делать, вот, чтобы можно было посмотреть на разные сбалансированные показатели. Но обычно, когда я делаю финмодель, сколько я их сделала, посчитать тебе не могу. Пальцев рук не хватит. Ну, может быть, пальцев рук с ногами хватит, вот, но больше десяти точно. Дело в том, что все-таки не с цифр нужно начинать, да, нужно начинать с понимания продукта, то есть что есть продукт, что мы продаем, потому что потом уже его оцифровывать. Потому что обычно сначала появляется некий образ идей, да, что я вот хочу глэмпинг. Это еще не сама идея, то есть дальше ее нужно развить и покопаться, поэтому обычно предшествует, что предшествует финплану, это концепция. Концепция и понимание вот этого продукта, потому что глэмпинг – это лишь средство размещения, да, во многом. То есть для кого-то это отель, для кого-то это просто средство размещения, а продаем туристический продукт, да, как Лага Ладога, например, делает, да, или Китовый берег, они же не глэмпинг продают, они продают вот весь, там, тур, приключения, там, и так далее, да. Кто-то может продавать спа-услуги, ну, вот, как лес и спа, да, они вообще это ставили в углову угла, размещение, ну, так, чтобы после спа где-то было можно остаться, да, это вот можно там. Кто-то может как раз продавать необычные домики и в них оставаться, и это тогда другая история. Кто-то хочет сфокусироваться на детском лагере, и тогда это детский лагерь, но средство размещения, да, вот, там, не капитальный конструкция. Кто-то маст, да, как вот Белый колодец. Кто-то делает, да, конференции, события, и ивенты вообще, да, и в этом случае глэмпинг – просто тоже средство, чтобы там не уезжать после ивента, да, и остаться на ночь. То есть сначала мы делаем концепцию, понимаем рынок, и только после этого можно будет приступить к финмодели. То есть так вот просто с бухты-барахты… Начать заполнять таблицы. Нечего будет, да, класть в финмодель. То есть сначала нужно понять, что вы будете продавать, потом сделать нужно будет модель доходов, а потом уже модель расходов, в общем-то, под нее и сложить все в финмодель. Но глэмпинг вообще же это такая как бы мечтательская история, ну, по крайней мере, в России сейчас, да, и все равно эту мечту, когда мы уже ее сформулировали, да, сформулировали концепцию, ее нужно вот цифровать, и уже чтобы под нее получить какое-то финансирование и инвестирование и так далее, верно? Конечно, ну, нельзя просто начать строить глэмпинг. Хорошо бы понять, а сколько вообще это стоит и сколько денег нужно. То есть когда я говорю, сколько нужно денег на глэмпинг у многих, почему-то вот, не знаю, сложился такой имидж, что это вот прям совершенно легко, можно там из кармана достать деньги, получить какие-то баснословные там прибыли, окупиться там за сезон, за полгода там и прочее. Это, ну, если мы, речь идет о таком нормальном бизнесе, это далеко не всегда так. За этим стоит большая работа. И до запуска, и во время, и после запуска, да, потому что как раз начинается операционка, продажа, и тестирование гипотез, и их отстаивание, да, и защита. И для того, чтобы понять, сколько нужно инвестиций, это вот ключевой момент в самом начале, потому что нет ничего, ну, нет ничего легче, чем потерять деньги в стартапе, который недоинвестирован. На самом деле есть даже такая статистика, что там чуть ли не 80% стартапов, они умирают в зачаточной, можно сказать, стадии из-за недоинвестирования. То есть решили, что хватит там 20 миллионов, а надо было 40 миллионов, 20 уже потратили, 40 еще не нашли, и как бы, а 20 не хватило на то, чтобы вообще в принципе встать на ноги там и хотя бы несколько месяцев или несколько лет, да, протянуть. Вот это вот, в этом риск очень большой, и я вижу, что многие проекты из-за этого как раз закрываются, просто даже на ноги не встав. То есть поэтому, прежде чем начать, хорошо бы понимать, да, в какую сторону мы пойдем. Ну вот давай тогда вот разберем вот эту первую крупную большую ветку, да, это вот финплан, бизнес-модель, да, какая она, что в ней должно быть, из чего она вообще состоит и для кого она делается изначально. Понятно, что вот мечта, мы сделали концепцию и начали цифровать. Вот из твоего разрешения, да, мы, кстати, затравочка такая, под этим видео будет ссылка на бизнес-модель, на финансовый план Нины, которую можно будет скачать и использовать. На шаблон. На шаблон, да, на шаблон, извиняюсь, не самого проекта, а именно шаблон финмодели, который можно будет скачать и использовать, и пользоваться ей. Вот наш такой подарок с Ниной, нашим подписчикам. Пожалуйста, обязательно отмечайте это и скачивайте. А мы сегодня, вот сейчас поговорим как раз вот про этот шаблон финмодели, что там нужно учитывать и для кого он составляется изначально, и для чьего удобства, и что там забывают учитывать. Вот еще что важно отметить. Да, ну, для начала вот с определениями, да, сам термин финансовая модель – это некий свод вот всех цифр, которые нам нужны, и взаимоотношения между определенными показателями, которые вообще показывают, а как бизнес работает, на чем он будет зарабатывать, какие ему ресурсы для этого нужны, на что он будет расходовать средства, сколько будет оставаться и будет ли, да, сколько будет оставаться денег конкретно на счете, это кэшфлоу, да, денежный поток. Сколько будет выручки, там, прибыли и возможных, там, дивидендов, это отчеты о прибылях и убытках, сколько у нас будет имущества на балансе, собственно, это тоже вот три основных таких отчета, да, которыми нужно оперировать. Так вот, термин финансовая модель – это как раз как все три вот этих отчета между собой взаимодействуют, как цифры соотносятся друг к другу, и как они вообще позволят из вот этих инвестиций, да, получить вот эту прибыль, выручку, выручку сначала, потом прибыль, вот, а бизнес-план – это, собственно, план уже, который во времени, ну, расписан, да, и спланирован, то есть, на сколько лет, допустим, на пять лет или на десять, то есть глэмпинги можно, если у вас не капитальные средства размещения, можно считать на пять лет, да, потому что гостиницы, как более что-то капитальное, считаются на десять или на пятнадцать лет, то есть, зависит от, в том числе, срок амортизации, да, того, что вы строите, вот, поэтому в бизнес-фин-модели будет взаимоотношение всех финансовых показателей, и на базе этой фин-модели уже строится бизнес-план на пять лет, с учетом, как раз из него рассчитывается окупаемость. То есть, и вот с этим фин-моделью, да, вот с этим планом, мы его, в принципе, можем использовать и для инвестора, да, как бы потенциального, когда мы идем и ведем переговоры, и, соответственно, для себя, да, чтобы понять, сколько мы на что готовы потратить, вот, по капитальным вложениям, да, когда у нас еще ничего нету, и вот мы записываем туда эти цифры и делаем какие-то выводы на основании этого, так? Да, тут надо аккуратнее все-таки с шаблоном, потому что, ну, шаблон, он строится на основании каких-то допущений, да, нужно будет смотреть вам самим, насколько ваши допущения о вашем проекте совпадают с теми допущениями, которые вот в этом шаблоне есть. Ну, то есть, там, хотим и 10 домов, там, или два, да. Да, количество домиков, собственно, сам продукт, потому что, ну, в бизнес-плане, например, или там в шаблоне будет, ну, он будет построен на том, с чем я работаю, да, с чем работает точка Нема, то есть, там по отельному принципу сделаны, ну, разбиты, скажем так, бизнес-сегменты, номерной фонд, ресторан, байя, там, спа, да, и дополнительные услуги какие-то, да, возможно, у вас есть что-то, что туда не вошло, или наоборот, что-то вам не нужно, да, вот здесь нужно просто с умом использовать шаблон, это тоже такая важная вещь. Потом шаблоны могут отличаться, в том числе в климатических разных зонах, да, этот шаблон, который я дам, он будет рассчитан на среднюю полосу России, где ярко выраженная сезонность есть, да, месяцы сезонные, месяцы не сезонные. Кстати, как ты думаешь, сколько сезонных месяцев, сколько месяцев высокого сезона у нас в средней полосе? Четыре. Да, два, я думаю, ну так можно, как сказать, называть вещи своими именами, да, то есть по-настоящему высокого сезона два и не сезона десять. То есть это июль-август, это высокий сезон считается, а все остальное... То есть июль-август отличается достаточно радикально и от июня, и от сентября, ну хотя в этом году сентябрь Хороший, да. Очень хороший, потому что погода так... Это был самый теплый день сентября за всю историю метеонаблюдений. Сентябрь, я вообще каждый день стою, просто благодарю Бог за такой сентябрь, потому что я вообще его не помню на своем, за свою жизнь такого теплого сентября, и, конечно, он и показатели хорошие для всех загородных видов отдыха, конечно, дал. Ну, в большинстве своем, да, это июль-август, а все остальное имеет такую ту или иную, скажем так, несезонность. И вот задача, на самом деле, научиться работать вне сезон, потому что на двух месяцах, хоть и там с очень высокой загрузкой, все равно далеко не уедешь. А я тебе вопрос на засыпку задам. Я вот недавно вернулась из Мурманска, из Китовый берег, и у нас там тоже партнеры открыли в Лапландской деревне, тоже большой глэмпинг, 16 модулей у них. Вот как ты думаешь, сколько у них месяцев сезона? Это север, Мурманск. Ну, я думаю, что у них как раз-таки побольше. У них, наверное, все северное сияние, вот то, что занимается наибрянском по март. С октября и по март это у них сезон, несмотря на то, что это север, да, то есть я вот именно хочу подчеркнуть, что это настолько индивидуально, да, это южные регионы, это может быть одно, северные, да, вроде бы, казалось бы, наоборот бы летом. Нет, у них именно сезон, это зимой. И это все очень индивидуально, поэтому подходите к своим цифрам и к своей сезонности, к своему продукту с большим вниманием, изучайте, да, всех вокруг и в радиусе там 200 километров и опыт других людей изучайте, что как бы делает большинство околомпельеров, они настолько открытые и не надеются постоянной информацией. То есть изучайте, смотрите и применяйте к себе то, что к вам применимо, ну или, может быть, что-то изобретайте новое, но как бы в рамках вот именно моделей, в рамках понимания цифр, и это поможет вам развиваться, успешно развиваться и привлекать инвестиции, в том числе и поддержку, да, сейчас уже и государственной поддержки говорим, которые тоже часто требуют каких-то цифр, да, и показателей. Ну это вот, опять же, к нашему предыдущему пункту, что нужно понимать, что ты продаешь, потому что если бы север в Мурманске, да, продавал бы летний месяц, это у него был бы, да, полтора месяца сезон, а поскольку север переориентировался и продает северное сияние, то это как бы немножко другой ракурс, и поэтому сезон тоже другой. А скажи, пожалуйста, а что часто, ну, есть же такой вот прям, ой, вот много на всяких форумах, да, есть прям целые спичи про факапы, что забыли, что не учли, вот что часто забывают финмодели, вот что туда забывают включить, чтобы, вот, и на чем как бы цифры вылетают? В разной степени, скажем так, проработанности и подготовленности проекта, да, забывают разные, соответственно, пункты. Самое такое, что на поверхности лежит, да, не нужно думать, что глэмпинг – это только модули. А когда вы смотрите на модули, не нужно думать, что модули – это только то, что есть в прайс-листе у производителя, да, например, вот если взять купол ЗСК, то прайс-лист будет понятным, да? Ну, какой сейчас, вот семерка, допустим? – 689. – Ну, вот порядка, да, 700 тысяч. А на самом деле, чтобы этот купол поставить на подиум утепленный, всесезонный, повесить штуль, сделать blackout, да, сделать подиум к нему, террасу, поставить купель, сваи коммуникации, подвести мебель, наполнить это все инженерным модулем, то сумма вырастает как бы 3 миллиона плюс. То есть, совершенно неправильно думать, что я сейчас поставлю 10 куполов, умножу-ка я 700 тысяч на 10, да, и вот мой бюджет на модули. Совсем не так. Бюджет на модули должен быть там 3,5-4 миллиона. Ну, вот если… – Ну да, если мы говорим про хороший уровень, да. – Да. – И это еще не все, да, еще забывают про то, что нужна и важна остальная инфраструктура, дорожки, освещение, входная группа, дорога к глейпингу. – К глейпингу. – Да, да, да. – Указатели, там, вывески и так далее. Чем люди будут заниматься, там, костровые зоны, грили, мангалы… – Площадки, да. – Велосипеды, да, сапы. – Это вот все не меньше, чем столько же от строительства модуль. Ну, как правило, да. Модуль – это только половина истории. А если вы еще ресторан соберетесь строить, то там как бы другой бизнес-план должен быть, да, и другая своя отдельная – То есть это отдельная модель, да? – Ну, конечно, да. То есть лучше к каждому направлению бизнеса в рамках своего бизнеса подходить вот как к отдельному бизнесу, который должен… – Отдельному окошечку, да. – Просчитать и потом уже вставить общий, да? – Ну, они взаимозависимы, да. То есть в любом случае рестораны, спа в глэмпинге или в отеле будут зависеть от того, какой отель. – От загрузки, от номерного фонда. Понятно, что они будут взаимозависимы, да. – Особенно если извне еще трафика никакого не будет, да? – Да, от того, где вы находитесь. Лучше на трафик какой-то локально рассчитывать, но это зависит от того, есть у вас на данный момент времени уже участок земли какой-то или нет. Потому что если нет, то имеет смысл тоже об этом задуматься, что вы хотите продавать и встать на хороший туристический такой поток. – Да, на магнит. Потому что генерить трафик в себе – это достаточно сложная затея. Вот могу по точке Немо сказать, что гости точки Немо, они, как правило, едут именно в точку Немо и заезжают в Ярославль. А казалось бы… Ну, то есть это меня вообще мысль посетила где-то, не знаю, года через полтора после открытия, когда вот мы стали такое глубинное интервью, что ли, проводить наших гостей. То есть это абсолютно не те гости, которые едут в Ярославль, «А, ну заеду-ка я еще в точку Немо». Вот здесь… – Путешествуют по Золотому кольцу, да, и поедут там… – Да, вот абсолютно. Наши гости – это не те, кто путешествует по Золотому кольцу и решили вот тут остановиться по дороге. Нет, они едут непосредственно в точку Немо. Поэтому тут вопрос как бы, как дешевле будет, если как раз поедут по Золотому кольцу и заодно становятся у вас в каком-то удобном, красивом месте. Поэтому, если это конечный пункт, то это тоже нужно понимать и понимать расходы на маркетинг тогда тоже закладывать какие-то… – Ну да, то есть когда уже все считать… – Да, ты вот спрашиваешь, что забыли. Вот мы там чуть-чуть коснулись общих инвестиций, да, капитальных вложений, потому что дальше имеет смысл перечислять инфраструктура уже поддерживающая, то есть складские площади. А где у вас будет персонал жить и… или даже просто останавливаться. То есть даже если весь персонал приезжает и уезжает и живет в соседней деревне, им все равно в течение даже рабочего дня нужно где-то поесть. – Переодеться. – Где-то переодеться, где-то спрятаться от дождя, если не погода, и они находятся на улице, да, что-то выполняют какие-то работы. Это вот не так очевидно на первый взгляд, особенно тем, кто ни разу не занимался отельным либо… тем более загородным отельным бизнесом, да, об этом подумать. А потом это выливается в то, что срочно нужны деньги на постройку дополнительного склада либо места, где персонал будет обедать, да, а там из оборотки вытащить сложно, например. – И вся еще сезонная техника, да, тоже часто забывают, когда вот уже обросли таким, да, там, сезонной техникой, там, всякими снегочистителями, уборщиками, подметателями и прочим-прочим. И на зиму одну убираешь, вторую достаешь, да, это тоже… – Ну, это если уже купили, да. А так, если не купили и не заложили, то, значит, нужно иметь там список из дяди Пети, дяди Вани, дяди Коли, да, которому звоните. Зимой он чистит трактором дорогу, летом трактор приезжает косить траву, например, и так далее. Хорошо бы эти расходы все тоже по поддержанию территории заложить, потому что если, ну, территории не будет, соответственно, облагорожено хотя бы как-то, да, мы вроде бы… Часто глэмпинги говорят о том, что вот у нас тут дикая природа, но чтобы дикая природа красиво выглядела, как это ни странно, ее тоже нужно облагораживать. Особенно, чтобы туда поехали городские жители, да, обрабатывать, как минимум. Обрабатывать, да, от насекомых, косить, чистить. У нас вот два вида отзывов, что либо не покошено, либо зачем вы косите и нарушаете нашу тишину. Вот тут надо балансировать между этими. Между двух огней ты аккуратненько. И, конечно же, благоустройство территории и важные моменты, да, обустройство пляжей, да, аренда вот этих земель, опять же, у государства все это. Это же тоже дополнительные расходы, которые… Водопользование, недропользование, да. Все разрешения, вот это вот тоже… У меня есть, мне кажется, какой-то записанный такой вебинар про ошибки на 3 миллиона при запуске. Вот что-то такое есть, и там есть эта история про то, что недооценить срок получения различных разрешений просто. Их у нас очень много. Некоторые процедуры забюрократизированы, некоторые там нет, где более продвинутые государственные службы уже есть, да, но некоторые вот очень долго, да. Водопользование мы почти полтора года пытались получить, и пока получали, нарвались на пару штрафов, конечно, тоже. Лучше это принимать сразу во внимание и процессы все параллелить в самом начале. Ну, хорошо, все равно же мы все прям не учтем. Вот какой процент на факапы заложить? Вот прямо подписать там факап, все, вот какой в среднем? Есть такой показатель? Ну, если бы прям вообще было бы хорошо 100% заложить. Их два, да. Точно хватит. Точно хватит, да. Ну, во время стройки, да, считается, что вот 5% хорошо бы, чтобы было заложено. То есть все равно как бы что-то бы всплывет? Ну, как правило, это что-то, да, это какие-то мелочи могут всплыть, да. Не то, что что-то прям огромное и большое забыли посчитать, да. Вот, допустим, я как-то задалась, точнее, ну, в итоге нет, но мне было интересно посчитать, сколько же вообще килограммов метизов мы использовали во время стройки, потому что у меня было ощущение, что мы... Они у нас бесконечно заканчивались, и нужно было постоянно за ними снова ехать, и снова докупать ведрами, килограммами там, мегатонными эти метизы. Ну, это вот как пример нигде не было у меня, например, заложено в самом-самом первой моей смете, когда планировалась точка НЭМО. То есть, да, дерево посчитали, сваи посчитали, работы посчитали, там, конструкции посчитали, метизы не посчитали с доставкой. Метизы, какая-нибудь огнебиозащита там, пленки всякие разные. Вот это вот то, что все профессиональные строители, да, уже включают, уже включают, включают в сметы вплоть там до последнего винтика и гаечки, то люди, которые строят глэмпинг, которые просто... Намечтали. Воплощают свою мечту, да, они вот на этом как раз могут ошибаться, так же, как и я это делала при первой стройке. Ну, еще часто, вот я вот сколько посещала тоже глэмпинги, часто еще встречается, когда уже дошли до сервиса, да, и там забывают, а, постельное белье, купили один оборот. Ну, оборот, да, это то, что вы застилаете один раз и потом меняете. И забывают про то, что нужно же все-таки его постирать, отвезти, и это не вопрос одного дня, как мы привыкли дома, да, когда постирал там сушильный аппарат, и все, у тебя снова готово белье. А это должно быть еще там как минимум два с половиной, а лучше три оборота, да, и тогда уже встает. Ну, три с половиной, лучше четыре оборота, да. И то же самое с посудой, да, то есть посуду в кафе или в ресторане, или та посуда, которая в домиках, например, находится, она тоже не должна быть только вот то количество, которое, ну, для проживающих, да, это должен быть еще оборот на логистику, на бой, на какие-то непредвиденные там вещи, на то, что попросили две кружки. Компания заедет, да, там, на дневной везину. Да, да. Вот. Нужно сразу покупать три-четыре оборота. То есть тоже такие моменты, они очень важные, и они не всегда прям очевидны, они не всегда на плаву, как бы, да, не на поверхности. Ну, они не очевидны для новичков, да, потому что вот здесь я бы хотела сказать, что в любую финмодель я, когда меня просят посмотреть финплан, я обязательно это закладываю, заложите деньги на консультации, потому что, ну, вы либо будете учиться на своих ошибках, и все равно заплатите, скорее всего, больше, да, скорее всего, больше на ошибках, а может быть еще и если это гости будут вас уже этому учитывать, это будет репутация, отзывы, там, и так далее, это болезненный достаточно процесс, вот, либо вы возьмите консультацию, рынок, в принципе, открыт, как отельный, так и глэмпинговый, есть много бизнес-туров, которые проводят. Да, 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 даже если не в рамках консультации, можно просто бизнес-тур же, да, посетить? Да, это все абсолютно открыто, то есть можно, ну, не надо бояться, там, заплатить за даже разговор, вот, и задать все вопросы, проконсультироваться по финплану. Ну, я когда открывалась, вот, тут только еще с точкой Немо, у нас были и консультанты-юристы, и консультанты по открытию ресторана, да, что-то мы все равно делали сами, шишки свои набили, и проверяли нашу же финмодель, да, которую, там, я делала уже как с опытом все равно финансовым, да, у меня не было опыта отельного, поэтому мы проверяли нашу финмодель с другими отельерами, и все равно не избежали некоторых ошибок, да. Но все равно они дешевле по итогу, если бы вы вообще не обратились. Ну, я думаю, что да. А скажи, пожалуйста, вот есть такое понятие сбалансированный бизнес-план, вот это вот что, это что, что там должно быть сбалансировано? Это вот как раз, когда кто-то с опытом, да, смотрит на финмодель, он понимает цифры вообще здоровые, да, или нездоровые цифры, то есть есть несколько показателей, которые между собой должны быть, ну, правильно взаимосвязаны. Ну, например, я не знаю, показатели можем здесь, да, записать какие-то примеры. Чем меряются отельеры и глэмпельеры, да, есть такой показатель, как ADR, Average Daily Rate, это средняя цена домика за сутки. Как правило, это тариф на двоих. Есть еще такая вот важная вещь, это там с завтраком, без завтрака, допустим, да. Как правильно? Правильно, без завтрака, на самом деле, да. То есть у вас даже если есть тариф с завтраком, и вы завтрак отдельно никогда не продаете, все равно лучше посчитать, сколько было бы, если бы вы завтрак условно купили своим же глэмпингом у своего же ресторана, да. То есть, допустим, если у вас ADR равняется там, ну, не знаю, 8500, да, и из них там по 750 рублей, например, завтрак, да, то значит ваш ADR C. А я считаю, завтрак с стоимостью или в продажной цене? В продажной. В продажной, именно в продажной, это важно. Да, я потом объясню, почему это тоже касается показателей. В продажной цене, то есть ваш ADR чистый – это 7, а 1500 – это будет выручка ресторан, там, отдельно про это поговорим. Вот, и если вы будете спрашивать ательеров опытных, да, которые делятся своим ADR, то у них точно будет без завтрака этот показатель, поэтому если сравнивать яблоки с яблоками, лучше их правильно сравнивать, да. Потом еще один важный показатель – это загрузка или occupancy rate, там называется, загрузка или occupancy rate – это, собственно, процент, насколько ваш глэмпинг загружен. Вот, загрузка очень сильно, в том числе, зависит от того, первый, не первый проект у вас, ну, в смысле, первый год он живет или, там, он как-то уже развивается, да, и зависит от того, какое количество домиков. Понятно, что если у вас три домика, ну, в принципе, несложно держать стопроцентную загрузку, наверное, да, там, при хорошем должном внимании, вот. При этом, если у вас 30 домиков, то вряд ли у вас будет круглогодичная стопроцентная загрузка, это все-таки немножко другие вещи. То есть, я бы верила, что если это будет первый год, year one, то загрузка была бы, допустим, 50 процентов – это неплохо. Это здорово. Ну, это неплохо. То есть, это, нужно приложить усилия, чтобы так было, и если у вас так есть, это хорошо, это неплохо. На второй год можно, там, подумать о том, чтобы загрузка была выше, там, 55-60 процентов, например. Ну, стремиться к этому, чтобы было 60, но минимум не так, не хуже, чем в предыдущем. Ну, скорее всего, будет больше, потому что ваш проект будет расти, вас будут узнавать люди, появятся здесь возвратные, то есть, если тут будут все время первые гости, то здесь они, скорее всего, вернутся там, да, если им понравится. Прокомментировать. Исходим из-за этого, да, что проект развивается здоровым образом, поэтому у него появляется, как бы, своя лояльная аудитория. Вот. Ну, и третий год, там, 60-65, он может, в принципе, оставаться. Это релевантно для, ну, 10 плюс домиков, назовем это так. Давай зафиксируем тут, что это. 10 юнитов. 10 плюс. 10 плюс. Да. До 15. Ну, почему? Это может быть больше, там, 30-20. То есть, это, в принципе, все равно такая хорошая загрузка. То есть, для загородных отелей, которые, там, работают, да, работают, там, здорово и хорошо, 60 процентов, это вот… Это по году, например. Это прям хорошо. Это средний год, да. То есть, 50, что такое 50 по году? По году, да. 50 процентов загрузка. Вот это вот в среднем по году даст 50. Ну, да. То есть, здесь тоже нет каких-то, как сказать, нереальных показателей. И не надо думать, что 50 – это как-то там мало. То есть, это еще надо поработать. Ну, да. Чтобы получить 60, вот тот уже нужно работать. И вот здесь еще больше, да, нужно поработать. Вот. Вот, если мы говорим, что у нас 10 домиков, что у нас есть ADR, там, 7, да, и occupancy rate, загрузка 50 процентов, то есть показатель такой еще REVPAR, называется, выручка на номер. Угу. Вот. Это просто перемножение вот этих показателей. То есть, REVPAR 3500 в нашем конкретном примере, да. Если брать точку NEMA, то у нее показатели примерно такие, что ADR – это где-то 11, а загрузка, там, этого года у нас уже 65 будет, и, ну, соответственно, там, REVPAR порядка, сколько там у нас получается, 7000. Угу. Вот. Это те показатели, которые вам нужно знать для того, чтобы сделать модель доходов. Угу. Причем только одну часть модели доходов – выручку, собственно, да. Да. То есть, если мы… Финмодель. Как к ней подойти? То сначала нужно сделать модель доходов. Угу. Вообще слона рекомендую есть по частям. Ха-ха-ха. Не сразу кидаться. Хорошая рекомендация, да. Да. Не сразу кидаться. Вот. Значит, из чего состоит модель доходов? Вот тут как раз надо подумать о том, а что я продаю. И под каждую, под каждый продукт сделать, ну, смоделировать, как будет выглядеть, собственно, ваш доход. То есть, как правило, как выглядит модель доходов для глэмпинга, да, либо, там, для отеля. Загородного объекта. Ну, например, да, берем загородный объект глэмпинг. То есть, есть все равно номерной фонд. То есть, есть некий доход от проживания. И вот, чтобы посчитать номерной фонд, нам нужно знать количество домиков, количество юнитов. Нам нужно знать среднюю цену, по которой мы планируем его продавать, и загрузку. Этого достаточно для номерного фонда. При том, что если у вас прям разные домики будут, лучше для каждого в отдельности это посчитать и некую среднюю потом сложить. Собственно, ресторан, либо питание. Это может быть вторым таким типом дохода. И, собственно, те завтраки, которые мы убрали из Эдиар, они сюда должны войти. Да, то есть, наши завтраки должны войти. Даже если вы ничего, кроме завтраков, не предлагаете. Ну, у вас же такое. Да, объясню потом, почему. Держим пока в голове. Как раз запомнили. Вспомнили, да, как раз мы потом про здоровые показатели будем говорить. Это нам поможет здоровые показатели посчитать. Завтраки. Это может быть просто питание гостей, да, гости. Могут что-то у вас в ресторане заказать. Гости глэмпинга. А могут быть дневные гости. То есть, если вы находитесь в классном месте, и к вам приезжают люди из большого города. Внешний трафик, да. Внешний трафик, да. То они тоже могут вам что-то привезти. Они там приходят с воды. Привезти с воды. Как у них там. В точку Немо приезжают с воды, с воздуха. В общем, тут замок Понизовкина устроил. Да, да. Видели вообще. Пробки московские, да. Были. Было много внешнего трафика. Вот. Что еще может быть питание? Ну, допустим, если у вас гости любят сами готовить, делать гриль, то какие-то продукты, если они покупают, или вы делаете заготовки, маринуете мясо, например, то это тоже может быть одним из способов заработка для ресторана. Да. Может быть, вы будете работать как банкетная площадка. Соответственно, банкеты и мероприятия. Это для ресторана отдельная такая хорошая история. Вот. И что может быть еще в глэмпинге? Ну, вот часто делают бани, спа, купели. Да, вот вся спа история, как правило, это вот еще один способ получения дохода, его нужно отдельно посчитать. И тоже может быть внешний трафик, могут быть гости отеля, а может быть плата за топку купели, что бы то ни было. То есть все это мы учитываем не в номере, а уже в уносном статусе. Да, это вот отдельно в спа. Услуги. Могут быть? Услуги, я имею в виду, там размещение животных. Вот. А это допы, да. Оформление номера. Как раз хотел сказать, что есть некие допы. Туда входит, ну, условно, все остальное. То есть, если у вас нет чего-то отдельно выделенного, ну, с точки нему мы еще выделяем яхтинг отдельно, потому что это прям вот для нас большая история. Нужно смотреть доходы-расходы. Это существенная часть, поэтому мы из допов яхтинг выделяем, а в допах все остается. Размещение с детьми, когда вы дополнительно, да, койко-место, как называется сейчас, берете. Размещение с животными, украшение номера, завтрак в номер, рум-сервис, там, если трансфер какой-то, гости, да, обращаясь за трансфером, это некие допы. Может быть, программа мероприятий. Если вы делаете мероприятие, то это тоже может находиться в дополнительных услугах, там, детские какие-то программы. Все сюда. Вот. И вот у вас, значит, получилось, например, 4 или 5, напишу, что прочее. Ну, я напишу прокат, потому что для кого-то это может быть прокат. У нас, можно сказать, что яхтинг для нас это вот некая прокатная история, да, для кого-то могут быть снегоходы, квадроциклы, там, парашюты, что угодно, ЦАПы, да, это вот отдельно вынесли. И вот это вот все посчитать, это будет модель дохода. Вы хотя бы поймете, а сколько вообще бизнес вам может генерить. То есть не будет совсем, как бы, какой-то с потолка взятой идеи, что какие-то миллиарды на вас с неба просто посыпятся, да, поставив 5 палаток в красивом лесу. Вот вы можете доподлинно, четко посчитать. И в зависимости от сезона какие-то коэффициенты применить. Какие коэффициенты? Ну, коэффициент в цене, он все равно будет зависеть очень сильно от региона. В теплом регионе, возможно, не прям очень сильно будет отличаться. Я обычно беру для средней полосы 30% разницу в цене. То есть я прямо сейчас могу написать, что высокий-низкий сезон там, допустим, минус 30% в цене. Угу. Вот это все время, ну, как бы, мы так расставили их в порядке, вот таком, ну, как бы, что больше всего приносит. Понятно, что номерной фонд, он всегда идет на первом месте, и дальше все остальное. И важно расставлять их вот по позициям? Ну, как удобнее просто, да. Удобнее сначала сосредоточиться на… На большом, да. На чем-то крупном, да. Вот. Потом, собственно, после того, как модель доходов у вас собрана, да, вы уже придумали, что продаете, оцифровали, что вы продаете. Теперь нужна модель расходов. По сути, от доходов, ну, нужно и плясать. То есть для того, чтобы заработать столько денег, сколько вам нужно потратить, да, и внести. Только денег. Вот. Соответственно, также мы и идем по модели расходов. Какие бывают расходы? Я частично сейчас буду говорить в терминах юзали, но о юзали мы поговорим отдельно. Но просто за логикой, логика сразу будет выстраиваться, как бы, с учетом этих принципов. Поэтому сначала берем, вот помним, какая у нас там структура доходов, и берем, также считаем… Расходы. Прямые расходы. Я прям запишу. Прямые. То есть расходы, которые… По блокам, да, мы будем? …которые непосредственно, да, относятся к тому, чтобы получить ту выручку. Вот первое, у нас был номерной фонд. Какой самый большой расход для номерного фонда у нас может быть? Ну, вот фонд оплаты труда, это, наверное, во многих бизнесах является одним из больших ключевых расходов. Фонд оплаты труда. Ну да, потому что у нас администраторы, горничные, техслужба, да, там все вот эти вот персоналы, фактически обеспечат работу именно номерного фонда. Номерного фонда. И поэтому для начала, то есть у нас есть прямые расходы, то есть люди, которые напрямую к номерному фонду относятся и зависят от его количества. Да, да. Есть те, кто не зависит. Это там бухгалтер, допустим, да, управляющий. Маркетолог. Маркетолог. СММщик. Да, СММщик, юрист. То есть есть люди, которые… А дел продаж. Ну, а дел продаж, если он на все работает, то тоже его нельзя отнести только к номерному фонду. Вот здесь обычно сидят администраторы ресепшн, горничные, техслужба, которая вот непосредственно бегает по домикам. Да. И вот тут как раз про здоровые показатели. То есть можно считать орг структуру средней зарплаты, нажать там и получать некий фонд оплаты труда, это все равно надо будет сделать. Но можно, чтобы чуть быстрее, да, именно смоделировать, можно взять какую-то, какой-то процент, который там вам подойдет. У нас будет вот сейчас несколько, четыре, да, у нас там, по-моему, было… Да, ветхие. Четыре. Бизнес-подразделения. Номерный фонд, ресторан, спа и… Доп. Доп и прокат. Прокат. Не зовем его, да, по допам там, чуть меньше. Вот. И везде у нас будет… Мы будем начинать с фонда оплаты труда. А потом фонд оплаты труда еще появится как некий общий расход неделимый. И как раз вот эти управляющие, нет, это вот управляющие, админы… Ага. Которые на все распространяются. Которые на все, да. Как его назвать? Нераспределяемый расход. И здесь тоже будет фонд. Ну, я в скобочках напишу, например, гендир. Угу. Он на все. Ко всему относится, да, он нужен везде. Да, так вот, фонд, как бы, есть каждый здесь. У него могут быть разные проценты от выручки, показатели. И тут вот еще дополнительно. Но есть некий средний по отрасли процент фонда оплаты труда. Который составляет… Я его на разных проектах проверяла, да, в том числе и у себя. Порядка там от 26 до 29 процентов от выручки. От выручки. От выручки, да. Важная цифра. Это вот тоже, как бы, часто очень забывают про нее считать. Я немножко так прокомментирую, что вот сюда уже будет входить весь фонд оплаты труда. Вот выручка, то есть, помимо того… С налогами. Да, с налогами, что немаловажно, да, потому что часто забывают, там, умножили чистую зарплату, да, и все. Чистую зарплату нужно умножить, вот я здесь напишу, примерно на 36 процентов. Да, плюс 36 процентов, да. Ну, или плюс 36 процентов, да, сделаем. Чтобы получить фонд оплаты труда. Это вот нужно не забыть. А вот, да, еще забыли налоги, но вспомнили. Не забыть заплатить налоги, да. Вот. И, в общем, так можно себя проверить. То есть, получилась там у вас общая выручка, не знаю, 50 миллионов, да, фонд оплаты труда за год должен составить, там, порядка 15-14 процентов. Вот здесь он может быть, там, чуть разным. Ну, в ресторане, там, не знаю, обычно, это порядка 25. В SPA это, может быть, в принципе, и 35 процентов. В номерном фонде порядка 15 процентов это составляет, да, потому что там, наоборот, выручка большая, а горничные администраторы не так много забирают. Вот. Ну, и, как бы, здесь вот тоже такая существенная часть, которая распределяется на все бизнес-подразделения. Посчитали фонд оплаты труда. Потом следующие некие прямые расходы, да, которые в номерном фонде, к номерному фонду относятся. Это что? Прачка. А, да. Стирка и хозы. Да, и хозы. Да, то есть мы вот прям считаем. Нужно стирать белье, прачка, уборка. Прачка, уборка, хозы, расходы. И некий хозы. Да, что за хозы? Ну, во-первых, это косметика, которая в номера раскладывается, если вы раскладываете косметику в номера, да. Во-вторых, это мощные средства, которые горничные используют. Ну, здесь лучше считать. То есть вот прям считайте на каждый номер, потому что у вас там будет посчитано, сколько у вас номеров занято, да, через загрузку каждого месяца. Какая-то стоимость, не знаю, 10 килограмм белья, допустим, да, вот у нас в куполе 5 человек, если живут, это 10 килограмм белья. Вот, обзваниваете близлежащие прачки в вашем городе и понимаете, сколько вам будет стоить килограмм белья. Вот нам он стоит 45, где-то, я знаю, он стоит 55, где-то он стоит 70. Ну вот, собственно, это будет ваша прачка. А уборка, если у вас есть кого-то, вы клининг приглашаете, вы можете посчитать, сколько будет стоить уборка одного домика. Если у вас горничная приходит, можно посчитать, что она успевает убрать 5 там домов, допустим, да. И в зависимости от площади, да. Да понятно, что в зависимости от площади, может, 10 успеть номеров там убрать, да. Ну, в среднем берем 5. Если это домик, то 4-5, может быть, большой домик, да, домов успевает убрать. Стоит она там вам 2 тысячи в сутки, ну, не в сутки, а в смену, значит, у вас там уборка домика стоит 400 рублей, например, и так далее. Это вы сможете сами посчитать, как бы среднего, не знаю, есть, нету, считаем. И хозы, косметика, тапочки, халаты, то есть сверху то, что вы кладете, это можно вот считать дополнительно. Вот у вас есть 3 таких показателя прямых расходов на номерной фонд. Потом ресторан. Кроме фонда оплаты труда, у ресторана основной показатель – это фудкост, то есть стоимость продуктов. Фудкост тоже, в принципе, есть здоровый показатель, он должен быть там до 30%. То есть это 25-30% от выручки, да, все берем от выручки, это выручка ресторана, это от выручки ресторана, это от выручки номерного фонда, то есть то, что мы посчитали на предыдущем листочке. И у ресторана тоже хозы есть. Достаточно много этих хозов. Да. Я сама раньше думала, ну что там в ресторане, что за хозы? Это, типа, мощь и средства. А нет, там же есть контейнеры для заготовок, перчатки поварам, расход с полотенец. В общем, там много всего. Это вам поможет посчитать в вашем же собственном регионе любой ресторатор. Просто спросите его, сколько у него это выходит, и возьмите к себе этот процент. СПА то же самое. Фонд оплаты труда бармастеров, либо массажистов, либо кто у вас СПА занимается. И расходники в виде веников, дров. Проще косметики. Какой-то косметики, да, прямых, да, берем только прямые. То же самое с прокатом. Если у нас это яхтинг, мы берем стоимость инструкторов, либо капитанов. Если у вас есть кто-то, кто СПА выдает, то зарплата этого человека. Если у вас просто СПА лежат, их берут, и нет никакого человека, который это там делает, ну, значит, возможно, у вас нет расходов. Аренда, если мы арендуем, допустим, вот арендуем там квадроцикл, или арендуем яхту, ну, как юрлицо, да, то есть она тоже сюда войдет, прямой расход. Если это прямой расход, аренда не входит. Не входит. Почему? Потому что про юзоли чуть-чуть уже скажу, забегая вперед, да, есть некий общий принцип учета. Они нужны общими для того, чтобы можно было между собой сравнить разные проекты одной отрасли. Поэтому кто-то арендовал, а кто-то купил, а кто-то взял вообще бесплатно, там, ну, инвестор дал, условно, да. И тогда у кого-то здесь будет аренда, а у кого-то нет. Но у всех будет фонд оплаты труда, фудкост и хозы. Поэтому, чтобы нам друг с другом общаться и спросить, а какой у тебя там валовый доход. И понять свое здоровье, да? Да, и понять свое здоровье, безотносительно того, арендуешь ты, в лизинг ты взяла и так далее. Это все будет там ниже нераспределенных, даже ниже, чем нераспределенные расходы. А вот это вот показатель деятельности отеля, деятельности глэмпинга, он не будет в себя включать какую-либо аренду. Вот, это правильно будет. Вот, и вот это вот у нас прямые расходы, которые, если прямые доходы вычесть, прямые расходы, у нас получается валовая прибыль от разделений. Это еще не чистая прибыль. Нам еще далеко до чистой прибыли. Когда же получить? Потому что из вот этой прибыли. Но это все, что вы получили и заплатили, как бы то, без чего вы прям вообще не можете. Получили, и дальше у вас начинаются нераспределенные расходы. Что туда входит? Нераспределяемые, точнее, они называются правильно. Вот, нераспределяемые расходы. Фонд оплаты труда, скажем так, менеджмента, да. Сюда входит... Маркетинг, весь. Маркетинг, раз мы его на весь объект, например, делаем. Да, да. То есть, мы рекламируем сразу весь глэмпинг со SPA, с рестораном, с домом. Но даже если мы яхтинг рекламируем, мы все равно же, как бы, внимание привлекаем к глэмпингу. Ну, вот, маркетинг я бы выносила бы сюда. И команду, и... Расходы. И расход общий, да. Маркетинг, все расходы на маркетинг, тоже есть некий там отраслевой показатель, да, 5-10% от выручки. Угу. Когда кто-то говорит, а у нас там нет маркетинга. Тут надо посмотреть, ну, не кривите ли вы душой, потому что... И куда он зарыт. Он куда-то, может быть, зарыт, да. Потому что, если, например, вам не нужен маркетинг, потому что вас продает одно агентство какое-то, то наверняка вы им платите какую-то комиссию. И вот это, по сути, там ваш sales and marketing расход какой-то, да. Или кто-то, допустим, бывает так, что сам основатель, да, своим именем и собой и ведет этот маркетинг. Ну, потому что сам, допустим, является блогером, да, или узнаваемый. И говорит, ой, у меня нет расходов на маркетинг, потому что там это... На самом деле они есть, да, потому что если тебя вынуть из бизнеса, то бизнес сам, скорее всего, не сможет. То есть ему нужно будет чем-то заместить это, какой-то другой расход ставить для того, чтобы поддерживать... Ту загрузку, да. Работающий бизнес, ту загрузку, да, и так далее. Кто-то другой будет вести каналы, кто-то другой будет генерить контент, придется, там, платить площадкам за продвижение и так далее. Что еще здесь может быть? Вот об этом забывают вообще всегда. Хотя это не маленькая сумма, на самом деле. Есть такие прочие бизнес-расходы, я их называю. Что туда входит? Ну, например, комиссия по эквариангу туда входит. А, да, кстати, эта сумма же не маленькая, у нас оборот. Это не так, это не такая уж и маленькая сумма. Да, то есть если это два с половиной процента от выручки, соответственно, это вот, ну, умножайте, да, десять миллионов на два с половиной или сто миллионов на два с половиной, то есть это существенная сумма. Еще, ну, то есть если не брать там во внимание наличный оборот, никому не рекомендую его брать во внимание, наверное, уже. Ну, он есть, да, как бы, все равно же мы работаем с физлицами, с физлицами, и поэтому он есть. Ну, как правило, все-таки сейчас безналичная оплата, соответственно, что если наличная, то вот сейчас про инкассацию. Ну, да, это надо было, понятно. Сложно, в лесу сложно инкассироваться. Вот, эквайринг есть, интернет-эквайринг, да, если вы высылаете ссылку на оплату, есть терминальный, ну, эквайринг по терминалам, по карточкам, есть эквайринг даже по QR-коду, если платят, там тоже есть какая-то небольшая комиссия. Вот, если вы все расходы и доходы проводите через банки, у банков есть тоже своя комиссия, заведение счета, за там платежи разные и так далее. То есть набегает, в принципе, вот при деятельности компании не такой уж и маленький процент вот этих бизнес-расходов. Что еще туда может входить? Ну, если есть модуль бронирования, а я не знаю, как сейчас работать без модуля бронирования, то есть стоимость этого модуля бронирования, да, там Travel Line, Binova, Light PMS, Realty-календарь, да, что еще забыла сказать. Основные, наверное, да, такие. Да, основные все перечислены. Они, это тоже платные программы, да, соответственно, чтобы ими пользоваться, да, ты платишь либо процент с оборота, либо процент за транзакции, либо какую-то фиксированную сумму. Вот она тоже куда-то должна у вас встать, и ее нужно посчитать и понять. И она тоже не маленькая, да. Ну, да, если она еще наоборот завязана, наоборот, и большие, то, конечно, это не маленькая сумма. Даже любая программа 1С, AirKeeper для ресторанов, дополнительный какой-то мод типа продажи допуслуг, типа Concierge Online, да, или HotBot AI, там, какие-то есть вот эти программы, но все они тоже, все требуют, они платные, да. Амы CRM, Bittrex, это тоже вся платная история. То есть, если их не посчитать, можно, в общем, потом получить какие-то незапланированные траты и уйти в кассовый разрыв, чего, конечно, не хочется никому. Ну, вот эти бизнес-прочие, там, закладываем, ну, там, от эквайринга, допустим, 3,5% от оборота всего общего, да, можно вот как-то, например, так заложить. Что еще? Ну, и сюда же я отношу, допустим, какие-то юридические расходы бывают. Оформление у нотариуса, какие-то там водопользования, допустим, да, чтобы оформить. Тоже нужно какую-то госпошлину заплатить. Вот это вот все валится сюда, да. Бизнес прочий. То, что мы не можем разнести вот на пункты, мы и сюда. Ну, то, что нужно для поддержания бизнеса, при этом, вот, это не маркетинг, да, не фонд оплаты труда. Вот, потом есть, собственно, технические расходы, как они называют, назовем их технические, которые тоже на весь глэмпинг идут. Это вот все, что касается уборки территорий, там, закупки каких-то дров, инвентаря, ну, инструментов там. Ну, инструмент, если прямо это что-то очень большое, оно должно в основные средства пойти, да, а не в расходы. Но вот есть, как бы, расходы какие-то. Лопаты какие-то, да. Лопаты в основные средства не положишь, да. И вот все расходы по уборке территорий, там, по, ну, по вывозу мусора сейчас про коммуналку поговорим, да, отдельно. Ну, вот какие-то технические для поддержания. Плюс мелкий ремонт туда тоже входит. То есть у меня эта статья называется «Ход, расходы, мелкий ремонт» и составляет она у меня не меньше, там, двухсот тысяч в месяц, на самом деле, для нашего объекта. Вот, ее хорошо бы, наверное, отдельно как-то посчитать, либо заложить что-то, что потом просто у вас эмпирическим путем вы поймете, сколько вы на это тратите. Вот. Коммунальные расходы – это, может быть, очень большая статья. Ее, конечно, лучше считать. То есть у нее нет какого-то показателя в виде процента от выручки, но, во всяком случае, я бы точно не стала давать этот процент. Вот, потому что очень сильно зависит от того, там, от региона, в котором вы находитесь, от того топлива, которое… Что у вас, да, по инженерным возможностям есть. Которое вам будет помогать в отопительный сезон, да, газ, это магистральный газ, какой-то газ-гольдер, баллонный газ, электричество. Билеты там, ну, как бы разные. Дрова, билеты и так далее. То есть сюда входит отопление, сюда входит интернет, да, если, собственно, он нужен. Кстати, если он нужен, его надо еще и в инвестиции заложить. Да, кстати. Потому что… В удаленных объектах. В удаленных объектах, да, кассы не смогут даже работать. И гости не то чтобы очень сильно любят и ценят цифровой детокс, они, наоборот, как правило, начинают чувствовать себя тревожно. Да, не выходя на связь. Поэтому лучше закладывать какую-то инвестицию в то, что у вас будет либо усиление сигнала, либо прям проведение интернета, либо оптика. Либо усиление в каком-то месте, где можно заселить. Либо усиление в каком-то месте, как мы сделали, да, в аномалии. Прямо отдельно будку поставили, откуда точно можно позвонить. Вот тут работает интернет. Вот здесь, да, телефонная будка. Вот. Коммунальный расход. Сюда же заходит вывоз мусора, допустим, да. Даже регулярная история. Причем для того, чтобы вы вообще, в принципе, запустились по Роспотребнадзору. Да, да. Это нужно договор иметь такой. Поэтому я вот, наверное, напишу, что электричество, ну, в скобочках, да, газ. У нас сюда мусор, интернет. Вот. Это, ну, наверное, такие основные большие блоки нераспределяемых расходов. И вот, когда вы уже из валовой прибыли подразделения вычли вот эти нераспределяемые расходы, вы получили прекрасную аббревиатуру, как говорится. ГОП. ГОП. ГОП называется. В России часто это называют ГОП. Да. Какой у тебя ГОП? Вот у меня ГОП вот такой. Хорошо бы в здоровом, классном бизнесе, да, стремиться к тому, чтобы ГОП был там близко к 50%. 46, 54 какой-нибудь такой вот диапазон. От выручки, да, да, от выручки. Возможно, на первой стадии он будет там и 30 где-то, да, потом там будет расти, то есть хорошо бы стремиться к тому, чтобы в целом понимать, сколько он должен быть, да, 90 или 10. Вот хорошо бы, чтобы примерно от 40 до 50% от выручки он составлял. И вот на этом ГОПе, скажем так, заканчивается то, что есть у всех отельеров. Дальше начинаются какие-то индивидуальные истории, как правило, связанные с тем, что, а как вы деньги привлекали. То есть, какой-то идет cost of capital, то есть, плата за привлеченные средства. Вот как раз вся аренда, лизинги у кого-то. Кто-то купил генератор, кто-то его арендует. На ГОП это не должно влиять. То есть, ты, как отельер, введешь свой отель, например, грамотно, а дальше ты начинаешь платить. Аренду, если это аренда земли, лизинг. Обязательные платежи. Все вот платежи, которые там, сюда же зайдут, например, как это называется, микроинвесторы, которые домики ставят. То есть, аренда домиков. Те, кто вот заходят домиками, да, говорят, я куплю домик и буду его поддерживать. Домик, дам вам его в управление. Вот куда эту аренду девать? Не сюда. На ГОП она не влияет. Она вот здесь будет. Тоже очень важный этот момент, потому что часто про него неправильно учитывают. И когда вы это все сделали, у вас получился еще один знакомый показатель, наверное, EBITDA. Вот эта EBITDA, это выручка до налогов и до процентов по кредиту. Потому что из EBITDA еще мы вычитаем. Так, пошли дальше, до самого интересного. Ну, давай на новую страницу уже. EBITDA. То есть, у нас есть ГОП, потом у нас есть EBITDA. Вот, потом мы вычитаем налоги. Так, что я начала на английском писать? Ну ничего, мы переведем. Проценты по займам и кредитам. И в принципе, в принципе, более-менее мы подошли к чистой прибыли. То есть, у нас сколько всего. Мы сколько всего из писали, чтобы от мечты найти, наконец, до прибыли. Нашли к чистой прибыли. Да, чистая прибыль может быть вначале хорошо бы, чтобы она была положительной, да, этот показатель. Чтобы она вообще была. Да, от 10 там до 30 процентов от выручки. Если у вас 30, вы прям красавчики. Вообще хорошо. Вот. Ну, начинать хотя бы там с чего-то, да, куда-то расти. Понятно, что если она там меньше, например, 20, еще инфляция съела половину, ну, то на то, там бизнес еще в стадии выживания находится пока, да. Вот. А если уже чистая прибыль там 25-30, то это хороший, здоровый бизнес, который там хорошо генерирует, в принципе, защищен. Там, это с инфляцией справляется, со всеми своими вот этими расходами справляется и может что-то платить инвесторам. То есть вот отсюда мы уже... Вот отсюда мы говорим, как мы распределяем чистую прибыль. Чистую прибыль можно инвестировать обратно. Реинвестировать. Вот, кстати, заметьте, что из всех расходов я там нигде реинвестиции не считаю, да, потому что это не расход. Это именно реинвестиция. Решили вот что-то заработали, решили баню поставить. Это не расход, это реинвестиция. Или решили вы что-то такое новое закупить. Это тоже новая инвестиция, это распределение чистой прибыли уже. Или увеличить номерной фонд, или, не знаю, террасы какие-нибудь достроить, беседки, там, еще что-то, велосипеды закупить. Это вот реинвеста. И, собственно, после того, как что-то мы реинвестировали... Реинвестировали, согласовав с инвесторами. Да, если есть еще чем поделиться с инвесторами, это будет прекрасно с инвесторами. Вот. Счастье всем будет. Заплатили дивиденды. Ну, вот так примерно и выглядит. Это мы прошли, если такой отчет о прибылях-убытках у нас с вами получился. И вот если пять раз его повторить, будет пятилетний отчет о прибылях-убытках. Год от года из-за чего может меняться? Может меняться из-за количества домиков. Ну, то есть тогда нужно будет количество домиков увеличивать и на формулы это завязать. Составляющие могут поменяться? Могут. Там не было бани, решили через три года поставить, то тогда добавили. Или площадку какую-нибудь. Бани, площадки и так далее. Но если у вас в целом инфраструктура не меняется, то есть еще два показателя, которые можно заложить их рост. Первое – это как раз загрузка, потому что вначале вы говорили, что 50%, потом мы будем расти. 60-65%, может быть. Мы растем в загрузке, увеличиваем эффективность нашего бизнеса. Потому что у нас расходы-то, они остаются, да? Расходы остаются, да. Да, вот прямые будут зависеть от количества домиков, допустим, но от загрузки, в принципе, ваши расходы. А они распределенные, они как бы такие. Ну, они распределенные как раз, да, такие есть. Поэтому эффективность бизнеса растет. То есть как раз процент прибыли, да, во всех случаях как раз будет расти. То, что позволяет нам с 10 до 30 прийти, или когда мы гоп-говорили, там, с 40 до 50 вырасти. Вот это вот как раз эффективность, загрузка. Может растить и цена. Цена может расти. Почему? Потому что вы за инфляцией вслед цены поднимаете, да, если ваш гость это позволяет делать. Вот. Или вы можете увеличивать ценность своего продукта. Да, не всегда она за счет инфраструктуры увеличивается. Может быть, вы прям с брендом очень круто работаете. Может быть, какие-то услуги самих сотрудников, да, такие. Такой классный сервис, что можно поднять цену, потому что к вам едет, очередь стоит, за два месяца вперед записывается. И вы понимаете, что вы можете поднять цену, как бы снизив очередь, но не потеряв при этом уже эффективность. Да, это вот тогда именно эффективность бизнеса растет. То есть его можно, бизнес можно растить экстенсивно, да, увеличивая номерной фонд, увеличивая количество услуг. А можно интенсивно как раз увеличивая сервис, узнаваемость бренда, там, и... Это такой путь в бесконечность, который можно бесконечно улучшать и делать. Да, да, да. Главное не останавливаться. Не останавливается. Вот. Это как раз позволяет расти. И так вот, вот в пятилетнем плане, да, дальше появляется, как бы, какое-то количество у вас, не какое-то количество, а там, процент роста загрузки, процент роста цены, да, можно просто формулу заложить. И вот у вас получается, что прибыль растет какими-то такими образами, да, ну, с каким-то... с какой-то скоростью, которую вы заложили. Показатели, да, здоровья, скажем так, которые мы... о которых мы говорили, там, фондоплата труда, допустим, да, в районе, там, от 26 до 30 процентов. Нужно смотреть, как они себя ведут. А как часто нужно смотреть? Ежемесячно или, там, вот как ты часто смотришь эти показатели? Ну, ежемесячно они все-таки могут отличаться, потому что там сезон не сезон, допустим, да. Дополнительно рабочая сила, там, да, высокий сезон. Сезон это может быть более эффективно, потому что загрузка выше, в низкий сезон загрузка ниже, это может быть менее эффективно. Но в целом, там, за год показатель должен быть, ну, там, вот как раз в районе, там, 25-30 процентов, например, по фонду оплаты труда. А если вы в течение пяти лет смотрите, то хорошо бы, ну, то есть здоровье будет, да, показывать здоровый бизнес. Если это, то он будет уменьшаться, да, этот показатель. То есть у вас люди растут не с такой же скоростью, с какой растет выручка. Да, тогда у вас там, вот, если пять лет свернете, да, у себя посмотрите на свою финмодель, на свой отчет о прибылях и убытках, и увидите, что у вас фонд оплаты труда сначала там 29, потом 28, потом там, и до 25, например, снизился. Если он снизился до 14, где-то ошибка. Если он снизился, там, не снизился, а растет, это тоже странно. Ну, да, нужно проверить, да. Нужно что-то проверить, да, скорее всего. Либо что-то, может, в начале не учли, да, там, свою зарплату, там, еще что-то. Очень важно, отсчитывать свою зарплату. Да, скорее всего, что-то не так. То есть показатели должны вести себя в здоровом направлении, да, расходы оптимизироваться, выручки, прибыли, все вот доходные части должны все-таки расти с развитием проекта. Вот, и уже после этого можно посчитать так называемый IRR, да, или внутреннюю ставку доходности проекта. Ну, как минимум, окупаемость, да, какую-то она покажет, да, как считается, вот, окупаемость. Давай на новые, да, это же новые, как бы, деньги. Вот, мы разобрались, получили дивиденды. Да, давай разобрались, как будет выглядеть, вот, бизнес-план, да, пятилетний. Вот у нас будет пять периодов. Значит, у нас есть выручка, у нас есть там прямые расходы, у нас есть валовая прибыль. Потом у нас были какие расходы? Нераспределенные. Нераспределяемые, да. На экзамен принимают. Расходы. Потом мы получили ГОП. Потом ЕБИДУ. Потом ЕБИДУ. А потом чистую прибыль. Да. И так пять раз, да, вот у нас есть. Вот чистую прибыль я выделю. И так у нас получилось пять раз. Ну, и, например, у нас получилась некая чистая прибыль. Сейчас из головы беру примеры. Ну, там, не знаю, пусть 10, 12, 15, чего-нибудь 20, там, и 25. Да, вот. Получилась такая у нас чистая прибыль. И это есть, скажем так, денежный поток всего, что проект заработал. Его можно сравнить, пока не буду грузить дисконтированностью, вот, но его можно сравнить с тем, а что вы вложили в этот проект, да. То есть здесь у нас вот там сколько получилось, там, 37 плюс 45, где-то в районе 80. Ну, то есть если вы вложили там, например, 40 единиц условных, да, а потом получили сначала 10, потом 12, потом 15, потом 20 и потом 25, то вот где у вас там период окупаемости настал где-то вот на четвертый год. Да, вот здесь вот. Да, там, три с половиной года. Вот, поэтому можно сказать, тут сказать вашему инвестору, что окупаемость у нас три с половиной года. Что важно? Важно считать окупаемость именно вот с чистой прибыли. Потому что иногда берут выручку и такие, о, за полгода получил там в первый год 80 миллионов, о, за полгода окупился. Вот, конечно, нет, да, окупаемость мы считаем по чистой прибыли, еще и понимаем, реинвестируем или нет. Не реинвестируем, да, да. В общем-то, по-хорошему, для инвестора, да, интересно, если вы делаете инвестиционное предложение для вашего инвестора, ему-то как раз даже не чистая прибыль будет нужна, а размер дивидендов. То есть инвестор посмотрит вот сюда. Да, да, да. И, допустим, вы говорите 5, 6, там 7, 10, 12, ну, примерно. И тогда окупаемость считается уже по дивидендам. Да, сколько инвесторов вообще много. Окупит или нет. Ну, вот, вкратце. То есть для него это будет такая же вот история, то есть сколько он вложил, допустим, вложил он 20, да, и вот уже мы считаем по его дивидендам. Да, если он вложил 20, то он там считает, что, в общем-то, да, там где-то тоже через 3,5 года он там окупит, да, и для него может быть более там интересная история. Если он вложил 40, а получает вот столько, то тут как бы вопрос, да, он чем-то другим должен руководствоваться, да, для того, чтобы получить, вообще вернуть свои деньги или как-то какое-то другое нематериальное вознаграждение у него должно быть. Потому что инвестор вот по определению своему, да, это человек, который дает свои деньги с целью получения дохода. Потому что все остальные – это не инвесторы, это меценаты, спонсоры, там, партнеры, которые несут такой же риск без надежды заработать, например, да, а инвестор, если речь идет об инвесторе, ему нужно вернуть свои средства и вернуть, получить доход. И именно на таком языке они будут разговаривать? То есть нам для этого, в принципе, все это нужно будет, да? Они должны смотреть на, вот, по сути, им нужна вот эта картинка, заполненная цифрами, да, по выручке, по расходам и так далее. Есть еще одна картинка, но мне кажется, мы ее уже не успеем разобрать, но она во всех бизнес-планах быть должна, да, это денежный поток, это кэш-флоу так называемый, потому что он показывает, если, ну, хватит ли вам денег в течение периода времени или нужно иметь какой-то запас или, там, инвестора на готове, да, чтобы он мог, ну, докинуть денег, если вдруг будет не хватать на какие-то расходы, там, обязательные, например, по аренде, по выплате кредита, по выплате зарплаты. Но это часто бывает еще вот именно в первый год жизни, да, первый цикл такой жизни, там, если мы говорим про сезонное, да, либо сезон, либо первый год, когда вот какие-то решения принимаются еще. Ну, вот недоинвестированность как раз тут тоже может сказаться, что, там, денег не хватает на все, и инвестор, там, не знал о том, что понадобятся еще дополнительные деньги, да, и... И потратил на другой проект. Ну, не готов к этому, например, да, по любым причинам, и вот тогда проекту может случиться очень тяжело, да, нужно просто, чтобы основатель отдавал себе в этом отчет и понимал, что он в этом случае делает. Сам берет кредит, сам что-то продает, сам зарабатывает. Какой-то сценарий должен быть читатым. Да, ну, каким образом он, там, свой проект продолжает поддерживать на плаву? И это один из тех вопросов, которые инвестор обязательно задаст, да, то есть, допустим, я тебе вот даю то, что мне нужно. Но больше дать не могу. Но больше дать, например, не могу, да. Что ты будешь делать, если возникает кассовый разрыв? Вот, и основатель должен уметь ответить на этот вопрос. То есть, в голове должен быть сценарий и проработка на это момент. Да, ну, а вдруг цифры пошли не такие, как по бизнес-плану, а там, минус 10, 20, 30 процентов. А такой момент. Стоит ли составлять, допустим, ну, вот два сценария, да, там, хороший и вот плохой, и вот где-то между ними будет середина, или вот один составили вот этот вот проект, и все. Или же все равно смотрят вот на такую историю? Ну, хорошо бы, конечно, составить несколько сценариев, иметь в голове, потому что все равно еще прилетят стаи черных лебедей. Да, как правило, бывает... И ситуации. То, что ты не ожидаешь, тоже произойдет. Вот, но оптимистичный, пассимистичный сценарий, да, хорошо бы, конечно, посчитать. Ну, мы же знаем, как, поэтому это быстрее будет. Мы знаем, как, да, и можно просто поговорить с уже участниками рынка, да, желательно в похожем сегменте, что вот, ну, посмотри, да, потому что вот, ну, мне иногда показывают, допустим, бизнес-планы, там в первом же, первый же год загрузка, там, 70-80 процентов. Ну, не может. Или там 20 тысяч АДР. Я говорю, ну, а почему? Да, на основании чего? А, интернет открыли, кто-то продает что-то по 20 тысяч. То, что люди продают по 20 тысяч, это еще не значит, что их идеар такой, потому что идеар, это как раз в нем фишка, что это фактическая цена сделки, потому что продавать хочу я по разным ценам. А в итоге, по факту, со скидками, с оплатой комиссии, там еще, еще, еще. То есть в условиях динамического ценообразования это вообще сейчас непредсказуемо, да? Будни, выходные, там, блогеры и так далее. И цена, на самом деле, может быть совсем другой. Фактическая, да, по которой вы продали. Минус завтраки еще. И так далее. Вот, лучше с открытыми глазами быть самым началом. Посмотреть на мечту. Посмотреть на мечту с открытыми глазами. Через призму цифр. И остаться в этой мечте самое главное, да, еще время все-таки. Чтобы другие поверили. Ну, я считаю, что одно из главных качеств основателя, конечно, это энергетика, энергия, которую он должен заразить. Ну, ему должно этой энергии хватить на себя, на команду, которая должна в него поверить, да, и пойти. На инвесторов, которые должны в него поверить и пойти почему-то. То есть энергии должно быть очень много. И она должна быть восполнимой, да? Восполнимой, да, да, невозможно. Не отдыхая, как бы. За год все там, и все. Ну, есть марафоны, есть спринтерские, да, забеги. В общем, на скорости спринтерского забега невозможно бежать в марафон. То есть там, как бы, сердце может не выдержать, да. Поэтому важно, конечно, тоже себе этот отчет отдавать. Поэтому инвесторы, в том числе, смотрят очень часто на опыт предпринимателя. Да, потому что если есть предпринимательский опыт, неважно, хороший или плохой. То есть плохой даже лучше. Да, да, да. Ты выжил и все равно пришел за инвестициями, ты на основании чего-то. Ты выжил и поднялся. То есть опыт, в принципе, должен быть, да. Не бывает предпринимателя без разочарований, без ошибок, без там чего-то, вот, что получилось не так, как задумывалось. Такого не бывает. Поэтому очень важен этот опыт. Если у вас этого опыта нет, тогда нужно стараться не MBA, но общением с практиками, прежде всего, да, с консультантами, вот, заручаться этой поддержкой. Либо в команде иметь внутри опытного человека, да, либо вот в команде консультантов иметь такого человека. То есть гуру и… Ну, опытного. Опытного гуру. Сложно. Я не понимаю, что такое гуру. Не заполучил. Вот, но опытного человека, да. А вот еще мне такая мысль пришла. Вот скажи, вот этапы вообще развития, да, вот глэмпинга. То есть вот он начальный стартап, вот какую вот он проходит вот эту этапность, чтобы стать вот молодцом. Стартап, стартап, стартап. Каждый раз стартап. Ну, мне так кажется, не знаю, пока. Ну, вот стартап переболел детскими болезнями, там, подлечился, да, там. Увеличил количество номерного фонда. Понял, как сократить. Понял, как работать с группами, как привлекать персонал. Маркетинг настроил. Настроил, наконец-то, маркетинг системный себе, да, со статистикой, воронками там и прочим. Он уже не стартап, он уже подросточек. Подросточек, да, такой. Но нужно не терять как бы стартапного задора, во-первых. А во-вторых, как-то голоды, да. Вот многие инвесторы любят эту фразу, что стартап должен быть голодным. Не надо его заливать деньгами, там, и так далее. Потому что, когда вот эти вот детские болезни, да, то, что ты называешь, когда, там, кассовые разрывы, нехватка денег. Если его заливать деньгами, он не решит, как стартап. Проблема, да. Он может не решать эти свои проблемы, из-за которых он туда попал. Да, это может быть проблема в планировании. Это может быть избыточные какие-то ресурсы, слишком дорогие ресурсы. Это может быть недостаточная продажа. Может, наоборот, это нехватка чего-то, да, там, нет дороги. Нехватка инфраструктуры, да. Вот если его заливать деньгами, он, как бы, может и впоследствии не решать, как бы, этих задач. Инфантильным таким останется стартап? Ну, и останется все время на требующем донорства такого, да, вот, уже не инвестиций, а просто спонсорство, там, донорство и меценатство. Вот, ну, такие проекты, на самом деле, тоже есть и имеют место быть, да. Если вы такой, то вам, наверное, не нужно считать и развиваться, да. Если нету донора, да, и спонсора, тогда придется вот... Либо донорского какого-то другого бизнеса, да, из которого постоянно можно... Ну, обычно это тоже такая история, которая, вот, конечна. Ну, да. Все равно нужно научиться. Я вот прочитала книгу недавно, всем, кстати, очень советую, про вкусвил, сейчас не вспомню все название, про то, как, мол, сделать революцию в ритейле, делая все не так, что-то такое, да. И там как раз была очень классная история, что когда у основателей уже работала избенка и было хорошим прибыльным бизнесом, они решили попробовать именно не только сеть молочных магазинчиков, а именно гипермаркет, то есть разных товаров. Сделали вкусвилл. И тот вкусвилл, который был в самом начале, он вообще не пошел. Он вообще был убыточным, причем достаточно долго. Я помню даже еще тот момент, который не хотелось даже заходить. Он был убыточным, да, и он как бы сильно не был голодным стартапом, потому что у него как раз был донор. Избенка, которая, да? В общем-то, все покрывала и сама росла, и покрывала вкусвилл, пока в какой-то момент перестала покрывать просто вкусвилл. И в этот момент как раз все встрепенулись, основатель снова встал за руль и перетряся как раз все, что можно, вместе с гостями и с покупателями. В этом их, я считаю, вообще очень классная история, которой нужно учиться. То есть они все основывают на обратной связи от своих покупателей. Слушают их, слышат, настраивают каналы, коммуникации. То есть это очень важно в сервисном бизнесе делать, да, не просто сами что-то мы придумали и решили. Мне может понравиться все, что угодно, да, а твой гость, он выбирает. А гость вообще про другое голосует, да. Вот часто я тоже слышу, что Глэмит говорит, а нам вообще не нужна инфраструктура для детей, потому что к нам с детьми, я не хочу, чтобы их не поедут. К нам поедут инстаграмные девочки, значит, и поэтому у нас все для них. Но в итоге, как показывает практика, уже несколько просто таких примеров было, что люди все равно с детьми путешествуют. Это мега-тренд. Ну, мега в смысле, потому что он большой. Ну, а потом в инстаграмах девочек-то тоже родятся скоро дети, они же... Во-первых, в инстаграмах девочек тоже рождаются дети, да. Во-вторых, инстаграмной девочке может быть не такая прям уж сильно платежеспособная аудитория, как, например, семья с детьми. Уж семья с детьми-то точно зарабатывает деньги, 100%. А еще что сказал ребенок, то это закон. А еще что сказал ребенок, это закон. Поэтому не делать инфраструктуру детскую, ну, на мой взгляд, опробить. Чего? Ну, опять же, вы можете протестировать эту теорию. Но, как правило... Они размещаются с животными. Они размещаются с животными, это мы сами проходили, да, что у нас там нет детей. Но это тоже мега-тренд. Люди путешествуют с собаками, даже с кошками, с крокодилом к нам хотели приехать один раз, не оставлять его дома. Василий. Василий к нам не попал. Вот. Потому что, ну, есть вещи, на которые нельзя не обращать внимания. То есть при создании финмодели, при создании продукта нужно опираться как бы на рынок. А что нужно гостям в первую очередь? И закрывать эти боли просто, ну, потребности, так скажем. Ну, принимать это во внимание, во всяком случае, да. Сейчас не принимать во внимание, допустим, отдых с детьми, я бы прям не рекомендовала. Да, не принимать во внимание потребность людей путешествовать вместе со своими питомцами, особенно за город. Ну, ладно, в городской отель не пускают там животных. Но за город-то многие как раз хотят поехать отдохнуть. Именно по этой причине. Специально, чтобы, да, побыть со своими питомцами. Выгулять их в том числе, там, да, выбегать. Вот, поэтому мы рекомендую обращать внимание на мега-тренды. Ну, и тогда это в длинную всю историю превращается. И выходит уже не в пять, да, а в десять лет, там, и дальше продолжать. Да, просто в России сложно что-то на десять лет планировать. Мне кажется, я даже себе представить, мне сложно. Уже пять, да, трудно. Пять, да, уже. Но с другой стороны, уже сколько прошло? Три года? Точки Немо? Ну, два. Ну, с момента идеи, вот я имею в виду. Ну, с момента идеи уже три. Это уже как детище у тебя родилось именно с момента идеи. Ты же уже начала ее цифровать гораздо раньше самого открытия. Ну, да, вот свою первую фид-модель для точки Немо как раз я строила вот три года назад, получается, да, осенью двадцатого года. Попало все в цифры? Какой родолей там? Не все, но, как ни странно, многое попало, поэтому я даже иногда удивляюсь. Доходная часть попала в большей степени, расходная в меньшей степени попала, то есть как раз вот недооценка расходов имеет место быть, поэтому еще раз. Обращайтесь к опытным уже. Просто хотя бы за советом, да? Ну, хотя бы просто досмотреть. Проверить, все ли я учел, и то, что у меня получилась чистая прибыль на уровне 70% от выручки, все ли у меня хорошо. У меня как раз вот недавно был такой запрос. Собственник попросил посмотреть существующую, уже сложенную для него финмодель. У него чистая прибыль 65% от выручки с первого года. И он такой говорит, мне кажется, что это многовато. Я, говорит, вот хотела бы, чтобы вы посмотрели. Я посмотрела, но такого не может быть, конечно. То есть там явная переоценка доходов. И недооценка расходов. Скажи, вот тогда вот как твой консалт, вот именно существующие финмодели, вот пришли к тебе с финмоделью, Нина, посмотри, проверь, сколько он по времени занимает? Это там несколько часов дней, вот сколько ты его смотришь, чтобы тебе понять, найти там правильно, неправильно. Ты имеешь в виду, как может выглядеть консультация? Да, да, да. Я хочу заранее посмотреть, прошу обычно заранее прислать мне цифры, там их смотрю, готовлюсь, может быть, какие-то вопросы задаю дополнительные. Вот, и потом мы встречаемся, ну, там, можно в Москве вживую, можно онлайн просто, да. И обычно это часа-полтора, потому что свыше полутора часов я могу говорить, да, но обычно респондент перестает воспринимать эту информацию. Да, да, да. Вот, поэтому вот часа-полтора, наверное, это длится. Можем что-то уточнить по итогам, допустим, первого моего такого, моих рекомендаций. Я могу потом еще раз посмотреть, да, как более сбалансировано сделали, да. То есть, в принципе, я к тому веду, что это не так долго, да. Это не долго. Это не долго, это не месяцы и не годы на это уходят. Это буквально вопрос, там, нескольких дней и несколько часов личного времени, но вы когда проверите, и у вас будет сбалансировано, просто легче будет с этим работать всем. Начиная от инвесторов, заканчивая вами сами, как собственниками бизнеса. Главное понимать, о чем говорить, и, соответственно, прийти к грамотному человеку, показать, как вот мы ходим, не знаю, в больницу, да, мы же сами себе там не лечим, не делаем операции, да, мы приходим к врачу, и вот чтобы нам уже сказали какой-то вередикт. И тут то же самое. Поэтому не пренебрегайте консультациями и думайте заранее, в том числе и о цифрах, а не только о мечтах. Да, ну, если говорить про то, что может время занять, время может занять некая пересборка концепции, да, или анализ рынка, если он не был произведен, особенно если это какой-нибудь сложный рынок, ну, дальневосточных регионов, например, да, или там южных регионов, которые, где не так много референсных проектов, например, да, на которые можно опереться. Тогда это может занять время, там, анализ рынка сделать. Ну, кстати, да, вот еще отсутствие конкурентов, это тоже такое вот вроде бы хорошо, да, откроемся, вот, и вот многие, просто вот у нас таких запросов много. Вот в нашем этом регионе нету, или там есть, но очень мало, и я вот сейчас откроюсь, и прям вот буду впереди планеты всей. А на самом-то деле еще нужно приучать к этому людей, да, и как бы отсутствие конкурентов, это тоже не всегда хорошо. Очень важно понимать, кто ваш клиент, потому что, ну, вот моя глубокая убежденность заключается в том, что, ну, 90% глэмпингов, во всяком случае, России, да, находясь в уникальных природных местах, они работают с одной и той же аудиторией, с московским рынком. То есть, как бы это там ни звучало, москвичи едут и в Карелию, и в Мурманск, и на юг, и на Дальний Восток, это все одна и та же аудитория. То есть, да, если вы сможете привлечь местных ребят, которым негде отдыхать, там, да, это будет плюс, но, во-первых, смогут ли они там потянуть те же цены, например, да, если вы хотите работать с премиальным объектом, это тоже одна, ну, из истории, которую нужно решить. И, возможно, для них, для них, я имею в виду, для местных жителей, и для жителей Москвы нужны будут разные продукты, да, то есть для москвичей выезд из Москвы, там, ну, не знаю, за пределы, допустим, четырехчасового пути – это выезд путешествия. Для жителей, там, областных центров, да, где находится, например, глэмпинг или районных центров, это, может быть, загородный отдых. У него другая потребность, другая продолжительность, другая цена, ценность. Это другой продукт, да. Поэтому, чтобы работать и с теми, и с теми, нужно иметь разные продукты, разная цена образования, еще и разный маркетинг. То есть одним и тем же Яндекс.Директом на Москву и там на районный город не получится стрелять. Это нужно будет продумывать, как бы, разную, разной рекламной кампании со всем. Вот. Поэтому маркетинг может занять время. Есть еще, ну, помимо российского, да, учета, там, бухучета, управленческий учет, вот финмодель, которую мы сейчас выставляли, есть еще международные стандарты учета, да, и вот в сфере международного, такого, глобального масштаба, да, меряются, именно сфера гостеприимства, отели, они меряются по уже стандартам юзали. Вот хотелось бы про это немножко поговорить, что это такое, и эту историю, чем отличается от управленческого учета, какие вообще там особенности есть, и для чего, и почему она удобна, именно эта система? Ну, юзали, это и есть управленческий учет, то есть, по сути, собственнику удобно было бы на свой бизнес смотреть именно в разрезе этих стандартов, на свои цифры, да, смотреть в разрезе стандартов юзали, это действительно было разработано еще ассоциацией отелей 100 лет назад в Америке в 1921 году, в 1921 году, и с тех пор все международные сети, отели в разных странах, в разных частях мира, для того, чтобы сравнить себя с сферой гостеприимства в любом другом месте, да, используя стандарты юзали, это можно сделать, потому что мы будем сравнивать яблоки с яблоком. Вот, по сути, это и есть управленческая отчетность, то есть, ее можно использовать как управленческую отчетность стандарта юзали. У них есть, по сути, три принципа, то есть, все, что я рассказывала до этого, это было в рамках логики стандартов юзали. То есть, это удобно и понятно, да? Да, почему? Сейчас. То есть, это тот же отчет о прибылях и убытках, просто определенным образом нарезанный, да? То есть, первый принцип – это бизнес-подразделение, то есть, работать в рамках бизнес-подразделения. Бизнес-подразделение – это как раз отдельно, отдельно учитывать номерной фонд, ресторан, спа, мы решили, да, и допы. То есть, все бизнес-подразделения, которые есть, учитывать отдельно и доходы по ним, и расходы по ним, да, и смотреть, насколько прибылен каждый из вот этих, каждое из этих бизнес-подразделений. И чем можно работать и что мы рассказываем? Да, второй принцип – это как раз то, что мы расходы все делим на прямые и нераспределяемые расходы. То есть, прямые расходы, они относятся к бизнес-подразделениям, а нераспределяемые обязательно собираются внизу. И мы смотрим, что мы, в принципе, зарабатываем больше, чем нераспределяемые. Вот. И третье – это то, что мы используем метод начисления. Вот это вот важно понимать. Про это, да, важно. Что это такое? Метод начисления, он отвечает, точнее, в соответствии с этим методом, доходы и расходы учитываются в том периоде временном, да, то есть это про время. Вот в том временном периоде они учитываются, когда услуга была оказана. Или будет оказана. Нет, была. Была. Это тот период, когда услуга оказана. Почему мы начинаем про время говорить? Потому что, особенно вот в отельном бизнесе, да, в сфере гостеприимства, момент оплаты и момент оказания услуги, он может быть разным, он может отличаться. Такое происходит, когда вы работаете по предоплате, например, да. Да, если в апреле вам внесли, заплатили деньги за проживание в июле, то в апреле это не будет выручкой вашей, да, эта сумма не попадет в выручку. Потому что в апреле будет только та выручка, которая в апреле и произошла. Гости приехали в апреле, и это будет выручка апреля. А если гости приехали в июле, то мы в июле учтем эту выручку и покажем ее в доходе. Неважно, когда деньги пришли. Вот, то же самое касается расходов. Да, с расходами бывает тоже ситуация предоплат и постоплат, да, то есть какие-то поставщики за какие-то расходы мы платим в начале, но услуга эта действует вперед. Такое может быть, например, при оплате какого-то лицензионного договора, ну, например. Делится на несколько периодов. Да, например, вы платите за 1С, или вы платите за, ну, покупаете лицензию на пользование как раз модулем бронирования, да, на год вперед. Вот, в этом случае в системе, в которой вы ведете учет, этот расход надо разделить на весь период, да. Или вы, допустим, в мае сделали обработку территории от клещей, и эта обработка хватит на лет. Ее хватит на лет или на 2 месяца, например, да, если в августе нужно повторять, то, соответственно, на май, июль и июль в этот расход распределяете. Вот, очень важно соотносить правильно доходы и расходы, чтобы не получилось кассового разрыва. Да, например, когда он может быть? Ну, тем же летом, когда вы все деньги за лето получили заранее, например, в начале лета, да, а расходы несете как раз в конце, ну, в летом, собственно, да, и в конце лета. Радуемся мы, что у нас глубина бронирования, да, хорошая, а потом лето приходит, а деньги уже потрачены. Да, в июле все деньги, которые за июль вам гости заплатили еще там в мае, например, да, а в июле вам надо платить высокие зарплаты, много стирки, много там или немного маркетинга, то есть деньги на это должны тоже быть, да, или Новый год, например, хороший пример, да, Новый год, как правило, тоже бронируется по предоплате, в ноябре продали весь Новый год, радуемся. Живем на эти деньги. Живем на эти деньги, да, а ведь в январе вам платить как раз повышенные тоже те же зарплаты, да, повышенную цену за продукты. Коммуналка. Повышенную коммуналку там и так далее. В общем, метод начисления позволяет правильно планировать и правильно уже фактически, да, сопоставлять расходы с доходами. Вот, по сути, вот эти три принципа, они, если ввести учет в соответствии с ними, то можно сказать, что вы ведете в соответствии с юзали. Ну и вот эта сама структура, да, про которую я рассказала, уже, то есть, есть, еще раз повторю, валовая прибыль подразделений. Ну, да, можно я вот это зачеркну? Конечно. То есть, начнем сначала, да, есть выручка, по четырем направлениям прямые расходы. По направлениям, потом валовая прибыль, тоже по направлениям, и итого. Потом есть нераспределяемые расходы. Одни большие получаем GOP, потом получаем EBITDA, потом получаем чистую прибыль. И потом распределяем дивиденды. Вот, эта структура, соответственно, по бизнес-подразделениям, прямые нераспределяемые, по методу начисления, вот в соответствии с этой структурой, вот, собственно, и все принципы юзали, которые нужно знать. Но она логичная и правильная. Она логичная и правильная. Когда вы уже в этом бизнесе, да, это именно для сферы гостеприимства и сделано было изначально. Да, потому что, ну, вот. Адаптированно. Как раз все узкие места, они для сферы гостеприимства в любой стране актуальны. И метод начисления правильно учесть, и там, куда завтраки сложить. Вот, кстати, я обещала, да, потом вернуться к завтракам. Почему важно. Давай. Тут мы выделяли с вами завтраки, да, и я обещала рассказать, зачем это нужно делать. Потому что, когда мы придем к прямым расходам, придем в номерной фонд, то нам здесь в выручке завтраки не нужны, потому что тут мы расходов не несем. А вот в ресторане, когда вы будете считать фудкост, вам вот этот фудкост нужно посчитать против, против какой-то выручки. Допустим, кроме завтраков ресторан больше ничего не делает, да, он же покупает продукты. Соответственно, если у вас не будет выручки в виде завтраков, вам будет не против чего поставить продукты вот эти, да. То есть это что, он минусит? Убыточный ресторан. Как будто бы, да. А он же не убыточный, у него есть важная цель, без него вообще отель не может работать. Ну, глэмпинг. Вот, поэтому завтраки должны быть в выручке ресторана, и против него сидеть расходы на эти завтраки, в том числе фудкост. Почему важно нам продажную цену считать, потому что иначе фудкост не получится. Не получится, да. Вот. И получится убыточный ресторан, хотя он не убыточный. Ну, то есть если не считать завтраки, то, а считать все продукты в ресторане, то у вас будут получаться какие-нибудь цифры типа 50% выручка ресторана и фудкост. Ну, да. Будут все думать, ну, не понимать почему так, потому что нездоровый показатель, да. Вот в чем прелесть вот этих показателей общемировых, которые по юзалии. Потому что есть уже такая общемировая база знаний, данных. За сто лет. За сто лет, да. То есть если 50 фудкост процентов, да, такого быть не может. Соответственно, это может, одна из причин, может быть, что вы завтраки выручки не учли, выручки ресторана. Да, вот такие вот хитрости для анализа, но они все есть, наработаны сто лет, и люди в этом разбираются, в том числе и Нина. Нина, ну, такой вот вывод, да, мы много всего разобрали. И вот реально, ты говоришь, сказала сразу, что полтора часа – это прямо предел, про который можно говорить по этими терминами. Потому что, ну, мозг ломается. Почему? Потому что это немножко непривычно, да, если в этом не работал и не знаешь как, это немножко непривычно, начинает вот какая-то система какая-то ломаться и выстраиваются новые. Ну, скажи мне, пожалуйста, вот вывод. Без этих знаний ты бы вот, ну, так же бы четко и грамотно вошла и посовпала бы по цифрам в своем финт-плане? Или все-таки экономические знания, они важны, нужны, и вот это помогает? Да, любые знания предварительные помогают, да, но если чего-то нет, надо просто это добирать. У меня, например, не было знаний по маркетингу, да, это вот был мой такой путь. Я училась маркетингу, вообще разбиралась в диджитал-маркетинге, в каналах продаж, в их всех метриках вот этой статистики вместе с моим бизнесом. Вот, да, я знала, понимала какие-то экономические взаимосвязи, но я, например, не знала Юзоли. То есть Юзоли мне нужно было тоже прочитать, понять, но, наверное, поскольку это не легло на совсем вот новую почву, а все-таки на подготовленную, да, экономическим факультетом, работой в Эрстен-Янге, то мне было достаточно просто. Но у меня есть что-то, чего не было изначально. То есть начинать можно, а главное просто понимать, что вам нужно в этом тогда просто подрасти или взять консультацию. В этом надо начать разбираться все равно. То есть либо кто-то должен вести это какое-нибудь сейфо в бизнесе, должен это делать, вести любой учет. Любой учет хорош тем, что он регулярный и системный. Если нет этого опыта, нет финансового образования, на каком бы ты этапе посоветовала привлечь такую консультацию? Ну вот на этапе создания бизнес-плана для начала, а потом можно еще раз обратиться в момент, когда уже после запуска, да, выстроить управленческий учет, например. Да, это тоже система, которая выстраивается. Для управленческого учета есть свои отдельные программы, в которых это можно вести, в принципе, достаточно удобно. То есть они присоединяются автоматически к банковским счетам, оттуда забирают все операции, в общем, не нужно ничего руками там вносить. Какие-то можешь порекомендовать, которые тебе нравятся? Ну вот под Юзали хорошо заточен, я знаю, Финока. Есть Финока, есть еще такая программа Финолог. У нас план-факт, ну потому что я на тот момент, когда план-факт выбирала, я еще не знала про Юзали, поэтому он там не идеален, но мы его вот как-то подтачиваем, к нему привыкли, что называется уже. Но если нет спецпрограмм, то табличка Excel и вперед. Ну хотя бы, хотя бы Excel, но просто программа чем легче, тем, что весь объем операций, она просто будет выкачивать сама, импортироваться будут данные из банка, и поэтому если там не наличный учет, а именно банковские операции, Ну чаще всего, да, все-таки, да, то все доходы и расходы будут уже просто автоматически ссыпаться, импортироваться в эту программу, останется ее там, ну, следить за тем, чтобы они правильно распределялись. И все. То есть она сокращает просто ручной труд? Конечно, да, 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 конечно. Ну вот, в общем-то, и все, о чем мы хотели расспросить Нину, спросить, узнать, надеюсь, были вам очень полезны, но и остаемся всегда на связи, а Нина нам открылась с новой финансовой стороны. Да, я тоже на связи. Спасибо. 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 Спасибо.